Восемнадцать тридцать девять. Ом Дамо Бхагавате Васудивайя. Ом Дамо Бхагавате Васудивайя. Ом Дамо Бхагавате Васудивайя. Итак, мы прочитаем из одиннадцатой песни восемнадцатой главы описания Варнаши Матхармы. Текст тридцать девятый. Тават паричарят бхабта. Шратаван анасуяка. Яват браха диджаньян. Там Эва Гурум Адрита. Перевод текста. Пока преданный до конца не овладел духовным знанием, ему следует беззависти с великой верой и почтением служить Гуру, который не отличен от меня самого. Так, Кришна говорит. «Пока преданный до конца не овладел духовным знанием, ему следует беззависти с великой верой и почтением служить Гуру, который не отличен от меня самого». Комментарий. «Как утверждает Шилавишина Чакравартитаку в своих молитвах Гуру Аштака? Яся Прасада, Бхагават Прасада. Милость Верховного Господа можно обрести лишь по милости истинного духовного мчителя, преданный которого Гуру благословил духовным знанием, становится достоин непосредственно участвовать в миссии Верховной Личности Бога». Шилавишина Прасада всегда подчеркивала, что служение духовному учителю в разлуке с ним и стремлении продолжать его миссию – суть высшая форма преданного служения. Слово «Пари Чарет» в этом стихе оказывает на то, что человек должен находиться подле духовного учителя и непосредственно служить ему. Другими словами, тот, кто еще не до конца постиг наставление духовного учителя, должен находиться рядом с Гуру, чтобы не стать жертвой иллюзии. Однако тот, кто по милости духовного учителя уже обрел глубокое знание, может расширять его миссию, путешествуя по миру и рассказывая людям о сознании Кришны. Это понятный текст в этом смысле, в этом контексте, что когда человек не имеет достаточно опыта, он должен быть близок к духовному учителю, чтобы не совершать лишних ошибок. И когда он более самостоятельный, более зрелый, он может на расстоянии, в разлуке участвовать в миссии, это еще выше. То есть есть птица, рыба, черепаха – стиль отношения. Птица, она смотрит за, то есть рыба, она смотрит за мальками своими, так она их взращивает. Непосредственно должна наблюдать их, когда они себя чувствуют под защитой. Птица касанием, касанием поддерживает их, вот так они чувствуют защиту. И черепаха мысленно на расстоянии. Вот так же, Кришна говорит, я действую. И такие подобные отношения могут быть с духовным учителем. Либо касание – это непосредственные близкие отношения, мы прям чувствуем его присутствие, его желание, все такое. Потом наблюдение его за нашими поступками. И третье – на расстоянии тоже, такая более зрелая форма отношений. В Исконе как-то развивалось. Было небольшое количество дикшагуру. Возможно, было сначала буквально 11 человек. Не были GBC, может быть, даже не все еще были дикшагуру в то время. Совсем немного, единицы были. GBC была за 11 человек, вот написано. Сегодня GBC больше управляющих органов. Около 40, там где-то 35, может быть, не помню, 37. И количество учеников стало расти, конечно же, через проповедь. У некоторых доходило до тысячи учеников, у некоторых несколько сотен, у некоторых осталось единицы были учеников. И постепенно, с течением времени, было замечено, что не хватает, как бы, личного общения. Большое количество учеников, большие зоны. И, конечно же, физически невозможно, да, даже если приехать и дать лекцию общую, то лично каждого не увидишь преданного. И тогда стали вводить принцип шикшагуру. Это было непросто, потому что было непонятно, зачем еще нужен какой-то гуру, если есть дикшагуру. Не все были согласны с этим, думали, что в дикшу уже есть шикша, зачем же разбивать на части. Зачем же у человека будет два гуру? Дикша и шикша. И это потребовалось какое-то время для обсуждения, чтобы понять, что между дикшей и шикшей нет разницы, что у них одна цель, что они должны сотрудничать друг с другом. Тогда приняли это положение, как бы, официально, что может быть шикшагуру, но он должен быть, ну, находиться в подобном настроении с дикшагуру. Чтобы у них не было разногласий между собой, что для ученика это будет невыносимо, наблюдать, что его дикша и шикшагуру в разных настроениях. Вот, как бы на том порешили. А сегодня вопрос о шикше, он еще больше обостряется. Очень-очень много становится сейчас преданных по всему миру, уже их очень много. И, конечно, нужны наставляющие духовные учителя также, так же. Наставники, шикшагуру, советчики. И вот это то, что здесь говорится. Потому что для начинающего преданного это очень важно, иметь непосредственное руководство, чтобы кто-то его наблюдал. И он тоже наблюдал бы своего, как бы, наставника. Его настроение, его реакции. Если мы никогда не видели, как бург реагирует на то, на другое, на третье, нам трудно понять, что такое личное общение с духовным учителем и служение ему. И есть ученики из Шил-Праупады, которые никогда не видели Праупаду, не общались с ним лично. Но, тем не менее, они сегодня одни из таких ведущих проповедников, духовных учителей. Они очень значительную роль играют в движении. Каким образом? Через духовных братьев они это получили. И еще неизвестно, кто больше получил. Вот этот сложный вопрос. Через личное общение или через духовных братьев. Поэтому ведическая система предусматривает, что если много учеников, духовного учителя, тогда обучают старших и младших. Обязательно. Те, кто раньше получил посвящение, те, кто уже более опытный в служении, они, естественно, уделяют внимание младшим, также их обучают. И таким образом, вот Парампара, она не разрушается. Вот тут эта мысль, как бы, вот она описана. Что есть начинающие предные, есть уже предные, которые самостоятельные. В комментариях это объясняется. И те, кто более самостоятельные, они помогают тем, кто еще учится, начинают учиться. Это тоже, как представители гуру, надо понимать, старших наших преданных, духовных братьев. Или шикша-гуру, это тоже представители, также, моего гуру, духовного учителя. То есть, по его милости я могу получать эту шикшу. Потому что дикша-гуру, он один, оценивающее лицо, одно фактически у нас главное. Это дикша-гуру. И остальные формы, как бы, гуру, они помогают этой связи, укрепляют эту связь. Значит, сегодня у нас роль шикши очень важна в Исконии. Потому что у нас большое количество учеников по всему миру. У всех духовных учителей очень много учеников. Некоторые даже уже не могут принимать учеников, говорят. Но все же продолжают принимать, потому что кандидаты все же появляются снова и снова. У моего гуру Махараджа там под 60 тысяч учеников. У Раданат Махараджа тоже десятки тысяч учеников. У Гопалкишна Гасам десятки тысяч учеников по всему миру. Ну, представьте, да, один духовный учитель, как одно лицо, да? Госпочитание говорит, я всего один человек. Сколько я могу руками раздать, помогайте мне. Вот, поэтому все преданные, кто как-то обучен, уже помогают тем, кто в процессе обучения. Таким образом, мы можем движение сохранить в такой хорошей форме. Что преданные не чувствовали, что у них нет внимания, что они никому не нужны, получили инициацию. Но духовный учитель далеко. И, видимо, никогда не смог бы общаться близко. Мы в самом начале были именно в таком положении. Когда я получил инициацию, у того духовного учителя было уже около тысячи учеников. По тем временам это было очень-очень много. Очень много. Невероятное количество учеников. И меня обучали духовные братья. Я с ним практически, сколько я общался, один раз. Ну, второй раз в машине немножко, и то он просто на меня посмотрел. Я один раз был на собрании менеджеров. Я просто просил, промолчал и все. Это все мое было общение. Я так-то слышал в лекции, общались с духовными братьями, и все. И мы были очень активны все тогда. Мы много делали в 90-е годы. Каждый брал на себя, в общем, непосильную ношу и тащил все это. Хотя вот такого регулярного, постоянного внимания от гуру личного не было. Ни у кого. Ну, в России это точно. Потому что он жил на Западе, в Швеции. И там у него были близкие ученики, которые постоянно с ним общались. Личный слуга был, который много лет был с ним неразлучно. Другие предные Биби-Ти, которые книги издавали. Это было его служение Биби-Ти, он управлял. Но они общались тоже почти каждый день. Они с ним общались легко, естественно. А мы наблюдали со стороны, потому что мы были вне этого сферы его деятельности. Но у нас были духовные наставления. Мы понимали, что гуру это духовное наставление. Это его миссия. Все было ясно. И мы друг друга вот так поддерживали. Вот это время я хорошо помню. Эту поддержку каждый получал друг от друга. Больше, чем мы ожидали. Все работало здорово. Старшие всегда помогали младшим. Никто не игнорировал этот момент. Но сейчас получается, что столько младших, что даже старшие теряются. Что делать, кому помогать? Не справляются. То есть такое количество сейчас преданных приходит у нас в России. Поэтому я думаю, что наставничество и шикши должны тоже развиваться. Каждый инициированный предан должен взять на себя такую ответственность. Помогать тем, кто готовится к посвящению. Тогда все будет очень хорошо. Ну вот, несколько слов, пожалуйста. Будут ли у нас вопросы? Спасибо большое, Гурмух Равич. Как всегда, когда Вы рассказываете про вот эти дни молодости и как начиналось все у Вас. Это очень трогательно и интересно. И можно бесконечно свое кушать. И вот такой вопрос в контексте нашей темы. Понимали ли Вы, спрашивали ли Вы себя в тот момент, развивается ли Бхакти? Или это естественный процесс, когда есть вот эта забота старших, равных, более опытных, и есть Гуру, то Бхакти сама собой растет? Или есть какие-то критерии, которые все-таки хотелось заметить в то время? Знаете, мы слово Бхакти не произносили часто. И слово Према тоже часто не произносили. Мы чаще всего произносили слова, относящиеся к практическому преданному служению. У нас не было большой теоретизации, она позже пришла с образованием. Стало слишком много, может быть, философии, много было такого академического подхода. Сейчас он тоже есть у нас, академический подход для образования. Но в то время у нас не было такого подхода вообще. Мы понимали свою роль как слуги миссии Духовного Усиля, правопады, и мы должны были действовать. Действовать как Арджуна на поле битвы. Мы долго не размышляли. Если что-то было понятно, сразу иди действуй. Поэтому мы не говорили, а где там, према, когда према. Таких вопросов никто не задавал. У нас была проповедь другого порядка, что человек, он не предназначен, чтобы есть и спать, не для этого мы родились, идите распространяйте сознание Кришны, я не это делаю. Идите и служите Кришне. Все. И мы служили Кришне. Не то, что мы не читали. Мы читали, но книги не были все переведены. Еще в то время было только Бхагавад-гита и Шипанишад на моем веку. И легкое путешествие на другие планеты. Все книги, больше ничего не было. Которые, можно, прочитали, и Гиту читали, и лекции было все две переведено на русский язык. Ничего другого. Сегодня у нас такая фонотека. Ого-го. За одну жизнь мы не сможем прослушать то, что сейчас у нас есть, такой арсенал знаний. Или мы еще на вкус вот это вот нравится больше, это не очень, это хочу, это не хочу. Тогда мы просто вот читали один стих и как сумасшедшие бежали что-то делать. Все было понятно. И так, тогда не было этого ментала нагруженного, да, слишком перегруженного ментала. А сегодня, когда ментал перегружен, мы говорим, а где према, где према, где према. Но према приходит через деятельность в преданном служении. То есть, Кришна говорит, что предан должен быть умелым, находчивым. То есть, там упоминается, что деятельность должна быть квалифицированная. Служение должна быть квалификация, нужно быть квалифицированная в деятельности и в знании, в двух факторах. Вот. И мы тогда в деятельности были очень энтузиастичны. И, конечно же, много ошибок совершали. Были беспечными в плане, скажем, ну, законов там, или юридических законов. Ну, таких вот, с внешним миром мы практически не контактировали особенно, потому что мир был атеистический, был против нас. Вот. И нам угрожали тюрьмами, расправами. Мы не контактировали с этим миром. Не любили, не любили. Мы распространяли тем людям, которые интересовались сознанием Кришна, интересовались практически все обычные нормальные люди. И мы жили вне закона все это время. Нам все запрещалось. То, что мы делали, нам все запрещалось. Все было противозаконно. Абсолютно все. Харинама противозаконно. Вегетарианство противозаконно. Мантры повторяют противозаконно. Книги издавать вообще. Тюрьма серьезная. И так далее. И мы просто это делали, мы не смотрели на законы. Это было то время. И вот через это действие именно распространилось сознание Кришны. Если бы мы сидели и думали, где према, ничего бы не произошло. Где Пхама, где према, где ручья, где асакти. Давайте разберемся, какая между ними разница. И что за одним следует, и как это проявляется. Если бы мы были на уровне анализа, мы бы не могли действовать. А те, кто были на уровне анализа, были такие, знаете, очень умные, философские. Умы были у нас несколько. Их Рахинесуто Прагу застрелил выходить на Санкиртану. Их стыдили. И говорили, а ты книги распространяешь вообще? Или только рассуждаешь? И у них совесть играла. Они шли книги распространять. И приходили счастливые. Все. Все приходили счастливые. И просто радости было, нет границ. Что мы все служим Кришне. Не просто кто-то знает, кто-то не знает. То больше знает, то меньше знает. Не, мы все служили Кришне. Вот это было важно. И мы понимали это. Вот при том минимуме знаний, смотрите, было сделано очень много. Очень-очень много было сделано. Та платформа, на которой сейчас мы находимся, создавалась тогда, в то время, несколькими людьми всего. Единицами преданных. Потому что они были в постоянном движении. В постоянной проповеди. Еще, еще. Да, у нас уже тут много вопросов преданных ждут. Спасибо. Даю за милость. Данакели Матаджи, Мухалила. Пожалуйста. Сегодня заявлено такая тема, как понять, что бахти растет во мне. Если говорить еще о физическом росте, можете рассказать, с какого возраста, по вашему мнению, можно начинать читать пранама-мантру и получать инициацию? А, с какого возраста детского, да? Ну, по правилам, в 12 лет уже дают посвящение. Я слышал, в 12 лет уже кто-то получал посвящение. Но это не для всех, конечно, это индивидуально нужно рассматривать. Моя дочь получила инициацию, по-моему, в 14 лет. Недрадюна Махараш дал ей посвящение в Риндауне. Да, в 14 лет она получила инициацию. В общем, нужно смотреть индивидуально. Но в 12 лет, согласно иведической культуре, человек получает уже. Даже браманский шнур получает. Это еще не инициация браманская, упанайна называется. Но он уже причастен. Причастен уже к духовной практике в 12 лет. Уже есть ответственность у него. Но у нас этого нет, панайны. Может быть, где-то и в гурупулах Майяпуре это применяли, я не знаю. Но в целом не существует у нас таких правил в Исконе, в западных регионах. Там смотрят просто, когда этот подросток, или почти ребенок, насколько он стабилен в практике, насколько он умиротворен, удовлетворен тем, что он занимается предыдущим служением. Если подросток, он совершенно умиротворен, есть такие подростки, их видно. Они умиротворенные. Как рассказывает Нара Дамуни, прошлую жизнь, он выслушал мудрецов, он стал умиротворенным. Он потерял интерес к играм, его не интересовали сверстники, вот этих интересы детские. Таких детей сразу видно. Они погружены в себя больше. Я видел такого мальчика, знаете, где в Удупе Кришна? Его уже воспитывали как саньяси. Он был выбран следующим ачарей. Ему было там лет тоже, может быть, 12-13, может быть, 14. У него была отдельная комнатка. И он там один повторил манту, никуда не отвлекаясь ни на что. Он уже в эту роль входил, уже в этом возрасте. То есть индивидуально можно видеть таких людей, таких вот одаренных духовно. Им, конечно, дают инициацию в свое время, не оттягивая. А в основном мальчишки, девчонки, они хотят жить как-то этой жизнью, играть, влюбляться, учиться, работать. Семья, вот этот обычный путь. И тут нужно дождаться, конечно, времени, когда человек будет более-менее зрелым разумом. Когда уже осознанно может принять ответственность человек. Потому что большинство людей не умиротворены. Большинство людей не умиротворены. А в каком возрасте был самый юный преданный, получивший у вас освящение? Может быть, это был... Лет, наверное, 16 он был. Но это был преданный из Гуру Кулы Майя Кура. Там, где садана, распорядок. И он там очень довольный этим. Ему очень нравилось. Пожалуйста, приедем. Я выберу саму Халилу. Подморочим к любому. Ребрежно, дорогие ваши навыки. У меня такой вопрос. Вы частично ответили уже, но я все равно сдам. В комментарии к стиху говорится, что тот, кто по милости духовного учителя уже обрел глубокое знание, может расширять его миссию, путешествуя по миру и рассказывая людям о сознании пришли. Но вы только что сказали, что когда движение начиналось, то вы, преданные, они не анализировали долго. Ели есть у них знание, нет у них знания. Они действовали. И ученики Шоу Крупадмы видят, что будучи молодыми бактами, они уже открывали храм и его суперповедовали. Но в стихе говорится, что нужно обрести это знание. И получается, что как будто теория, она... Теории, она практики все иначе. Вот как подружить теорию и практику? И что же такое вот это истинное знание? Какой критерий? Ну, то есть, как ученик может вообще понять, есть у него это знание или нет? Потому что иногда... Ну, вот мы читаем такие тексты, и потом мы думаем, вот, ну, боимся что-то говорить, что-то проповедовать, ну, потому что мы понимаем, что у нас нет этого знания глубокого. С другой стороны, Грудеев говорит другую. Вы говорите, как соединить это, чтобы оно как-то гармонично все было? Ну, мы же читали сейчас Шримадбхагава там. Ты заметила, нет? Что это будет Шримадбхагава. Да, это как раз комментарии... Подожди, подожди, подожди. Ты должна лишь подслушать. Ты должна отметить вот этот момент, для тебя я говорю, чтобы ты отвечала, чтобы подслушала. Мы сейчас читали Шримадбхагава там, верно? Кивни головой. Да. А мы в каком движении находимся? В Попаденческом. Ну, как называется наше движение? В знаниях пиши. Да, ничего ты не поняла, значит, еще. Это движение Господочитания. После Читания, да. Ой, 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 вспомним. Господочитания вспомнил. Так. Видите, когда мы читаем Бхагава, то мы забываем Господочитанию. Когда читаем Читань-Черетань, то забываем Шримадбхагава там. Есть разница. Есть большая разница. Движение Господочитания. Мы сразу получаем экстаз, даже не имея знаний. Вот какая милость Господочитания. Поэтому здесь нужно как бы учесть, что мы сейчас читали Шримадбхагава там. Ничего другой порядок. Вообще в Гите другой порядок. Предание описывается, чем это то, что Движение Господочитания. Совсем все наоборот. Кришна сказал, предайся мне сначала, а потом я тебя защищу. Сначала предайся, а потом будешь под моей защитой. Ничего не бойся. Но в векале люди не понимают и не делают этого. Они боятся предаваться Кришне, они не знают Кришну. Даже предаться Кришне не собирается никто предаваться Кришне. Но Кришна сам приходит как преданный и дарит им любовь к Богу. Вот что происходит. Поэтому Прабхупада сразу же им давал миссию. Они уже получили любовь к Богу. Хотя они не знали еще ни Бхагава там, ни Бхагавадхи Татулка, мы любовь к Богу уже получили. Это движение Господочитания. Мы получаем за одним числом все. Видите, мы должны были сначала по идее накопить благочестие, изучить все шастры, совершить всю благотворительную деятельность и прочее, прочее, прочее. Потом только стать преданными Кришне. А мы наоборот делаем. Видите, движение Господочитания. Сначала становимся преданным, потом начинаем понимать, что вообще все это означает. Вы думаете, вы все понимаете, где вы находитесь сейчас? Нет, бывает, что через много лет преданный уходит в Гаудия Матх, допустим. Или на Радакун пойдет реанименциацию получать. Значит, что все эти годы он вообще не понял ничего, где он находился. Бывают такие случаи. И мы в движении Господочитания, не забывая об этом. Спасибо большое. Арии Кришна, дорогой Гуру Махараш, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные Пакувамы. У меня как раз вопрос обложения, ответов, по звук Радаку. Но я понимаю, что я ничего не понимаю. Честно, все, что раньше было известно, это какие-то материальные смыслы, обертки слов, которые совершенно не подходят для понимания Шиман-Бхагаватам, Бхагавадгиты. По вашей милости у нас хорошие отношения с моим Шикшигуру, Паджанем, Махараджим, Прабу. Каждый день есть общение, совместное служение. И вот сейчас я учусь вот этим настроениям, да, которые содержатся в священных писаниях. И вот несколько лет назад я, знаете, тоже сам увидел, что я не знаю, как смотреть на духовного учитель. Я не знаю, как думать мне о духовном учитель. Потому что у меня было несколько снов, где я был очень фамильярен, мне казалось, что надо как-то там поумничать, да, что-то рассказать, чтобы удивить. Просыпаюсь и думаю, какая глупость, это вообще не об этом. Потом я вообще начал думать, а как я думаю о своем духовном учителе, как я смотрю. Может, я должен думать больше о наставлении духовного учителя, а не просто как о личности. У меня сейчас такое, знаете, изучение вообще отношений. Потому что я привык к материальным отношениям. Там люди все смотрят друг на друга, как хотят, думают, как хотят. А вот как духовно смотреть на духовного учителя, что можно думать о духовном учителе. Я пока учусь только грома-храшу. Поделитесь, пожалуйста, а как вы думаете о своем умру, как вы смотрите на него? Я не думаю о гуру. Я думаю о его служении. Если вы просто смотрите на форму человеческую духовного учителя, то это не означает, что мы так думаем о гуру. Нет. Гуру — это служение. Это преданное служение. Вот что нас учит. не какая-то форма, мужская форма, вот так он выглядит, вот такого возраста, вот такой у него язык, вот это вот гуру. А его служение. И мы слушаем гуру, потому что этот шраванам — это служение. И то, что гуру говорит, это киртанам, это его служение. И мы слышим служение. Хотя мы получаем много информации, но в духе служения обязательно должны получить это знание. только от гуру. Не в духе как бы знания, просто знания, ради знания. Я знаю, поэтому говорю. Нет. Я служу, поэтому говорю. Тогда это знание переходит уже в сердце ученика. Поэтому должен видеть служение, гуру как служение своему духовному учителю. Вот так я и думаю о нем. Я вижу его связь с Шла Прабхупадой, с Божествами, куда он переходит на Даршин, допустим, с Вачнавами. Как он служит? Магуру постоянно служит Вачнавом, допустим, постоянно заботится о нем. Я вот это вот вижу и так начинаю понимать, кто такой мой духовный учитель. Спасибо огромное, Магуру Хадаши. Спасибо. Пожалуйста, Дамандар Ананда, Сори, Надин и Радхам, затем Билла Приметар. Арина Приметовична. Гурму Хараши, другие преданные, принятие, пожалуйста. Наши поклоны, почтительные. Гурму Хараши, такой вопрос. Вы заправили тему, что теряется энтузиазм у преданных. И вот какой бы Вы дали рекомендацию, что мы, как вот уже те, кто взяли за кого-то заботу, если видим, что у преданных теряется энтузиазм в преданном служении, какую-то рекомендацию, что бы мы могли, какой совет дать для того, чтобы этот энтузиазм он вновь появился в преданном служении. Вот я, допустим, вчера читал читание Багаватова и просто у меня такое вдохновение было. И вот Вы говорите сейчас, что у нас миссия Господа читания, и я вот понимаю, вот подтверждение, да, вот откуда это все. Но новые люди, да, вот, если они, ну, еще мало практикуют, и не рекомендуется сначала читать даже и читание Чиритамы, то, да, для себя я вижу, да, где черпать вдохновение энтузиазм. А что для новых людей мы могли бы посоветовать? Нет, ты можешь поделиться из читания Багаваты что-то для людей сказать, почему нет? Запреты не существуют, да. Делиться, но не рекомендовать им еще пока читать это, да? Ну, они там, если читают, могут не понять ничего просто. Им сейчас интереснее будет какие-то мистические вещи познать о себе. Вот, кто я, как я устроен, что у меня много чего внутри есть, я не знаю себя, вот, мне интересно узнать, кто я такой, да. А, читание шри-там-рита, для них, может быть, будет не сразу понятно или читание Багавата, но если ты им передашь свои впечатления, они смогут понять. Если ты уже знаешь эти вещи, понимаешь основы и еще имеешь духовную эмоцию, ты можешь рассказывать об этом. Павапада рассказывала Господи, читание своим ученикам с самого начала, почему нет. И там много эмоций было, что вы, что вы. Это очень важно. И эмоции, и какие-то творческие элементы в общении могут поддерживать наши чувства, наши отношения. Если мы только сухое знание представляем людям и садану, тогда они могут немножко терять энтузиазм. Если перестают чувствовать сознание Кришны, чувства притупляются у них. Ведь, честно говоря, чтобы почувствовать Бхагавадгиту как песню Бога, нужно немалое время очищения, чтобы почувствовать ее. Эти трансцендентные звуки, как Арджуна их чувствовал, да? Говорит, река Нектара, потоки Нектара идут. Для нас это может быть, сухая философия сначала, так выглядит. И кто нам даст эти эмоции, скажите, Господь читает они. Он плачет о Кришне, это описывается. Поэтому, да, рассказывайте людям. спасибо большое. Можно еще спросить, вы говорили, что в ваше время было незаконно все, и Харинама было незаконно, а вы все равно продолжали и делали, и были в таком энтузиазме, делали сверх своих сил. Например, у нас тоже запрещена Харинама, и руководство не разрешает, а можно тоже нам быть в таком энтузиазме, и несмотря на это все, тоже как-то искать возможность и проводить Харинаму, даже если руководство не одобряет, и законы страны не разрешают. Нет, нет, вы не поняли, мы уже в самом начале были в конфронтации с властями, то есть уже были, а вы не в конфронтации сейчас находитесь, это разные темы, и вы сейчас, если войдете в конфронтацию, будут проблемы, а мы уже были вне закона, понимаете, полностью, а вы узаконены, вы зарегистрированы, вам сейчас нельзя вступать в конфронтацию. Потому что нас уже признали власти, и мы сейчас против властей выступаем, против закона, это нехорошо, нельзя, нужно развивать отношения с ними. А мы были вне закона, не было ни регистрации, мы были никто вообще, и никогда бы нас не зарегистрировали, если бы мы не проповедовали. Нам приходилось в тех условиях активно себя вести, игнорировать все законы. Развивать отношения, вот это самое, идти к властям, и думать, думать постоянно, что сделать. Сейчас сознание людей более развито, чем в 90-х годах. Нужно проповедовать. И есть такие формы харинама, которые не беспокоят никого. В парке там сесть где-то с музыкальными инструментами, попеть. Ну, то есть, можно найти всегда какую-то возможность где-то. Да, в парке мы сидим, в парке сидим, но хочется красиво пройти харинаму, потанцевать для людей. Но это, да, это наша зона роста, надо идти. Если приурочить, там, скажем, к какому-то празднику города, пойти, попросить, выступить, пройти, Петешествие такое красивое, с песнями ващинавскими, под гармошку белорусскую. Белорусских костюмов, скажите, мы оденемся и будем петь Хари Кришна. Хотите, сделаем так? Ой, как интересно. Ну, я просто так сейчас думаю, не знаю. Можете, можете. В Омске они вообще устраивают, к марафону присоединяются, там, весь город бежит куда-то. Ну, куда-то они бегут все. Ну, тоже для города такой праздник, событие большое, каждый год. И предные там тоже бегут. В футболке Хари Кришна у них там. И группа поддержки, несколько групп поддержки, это харинамы на разных расстояниях, это группа поддержки у них. Они поют киртаны. И город уже давно привык к ним, все. Кришна говорит, а, давайте идите на марафон, все нормально. Группа, просад есть у вас? Уже знаю так давно. То есть, они как-то присоединились к празднику городскому. Ну, то, что власть вот устраивает. Они тоже, мы же граждане, мы тоже хотим участвовать в празднике. Ну, вот, пожалуйста. Мой Гуру Махараш вообще говорил, но можете петь песни, где вот... снег кружится, не тает, не тает, не тая, не тая, не тая. Снег не тая, не тая, не тая, не тая. Поюте об этом. Они не подозревают, что вы поете имена Бога, но это имена Бога. Или, я рада, песня. Я рада, я рада, я рада, 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 рада. Пойте это слово, они думают что-то другое, но это имя Радхарани Даже такие советы мы получаем от духовных учителей Мы живем в разных местах, понятно, что разные законы Но мы все равно поем, как можем Скажите орех, 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 получается орех Белорусские все знают эту формулу Я именно в Беларуси это узнал про орех Так что вы уже опытны в проповеди Спасибо за вдохновение, Дмитрий Мухарадж Лила Гавиль Олег Гришнов, дорогие преданы, это Рабула Мухарадж Вы видите, моя поклонна, пожалуйста Я вот хочу просто, все мы сейчас говорили Я знаю, что в Одинцовской ядре так именно и происходило Они попросили, вот при Беларуси, они как раз как бы вклинились Ну, по-хорошему Вклинились в эту процессию праздника И успевали В общем, это реально, действительно Это был очень хороший опыт Люди подключались Они потихонечку, не громко пели Но это да, это не очень работает хорошо Так что спасибо большое Я просто вспомнила А вопрос мой такой Во-первых, спасибо большое, что можно задать такой очень сокровенный вопрос Основываясь вот на комментариях, которые в этом стихе Преданный, которого Мура благословил духовным знанием Становится достоин непосредственно участвовать в миссии верховной личности Бога И скажите, пожалуйста, Бруха Раджи Что это, то есть насколько должна быть высока модификация И ученика Или же это особая милость духовного учителя Или как вы иногда говорите в лекциях Это тот, кого вы любите Такой очень сокровенный вопрос Пожалуйста Благословение Благословение мы получаем Эту милость получаем Как инициацию Что происходит во время инициации В чем же это милость и благословение В том, что преданный становится Дасом или Дэви Даси И все остальные ценности приходят через это определение Это отречисление Дас и Дэви Даси И насколько мы стали Дасом и Дэви Даси Настолько мы получаем милость автоматически Уже все, мы связаны с Гуру Связь уже есть, инициация уже есть Остается наше усилие вот в этой области Дас и Дэви Даси Некоторые преданные в области, скажем, имени Пытаются найти себя А найти нужно себя в области вот этой приставки Дас и Дэви Даси Искать там нужно Находиться в служении Не важно в каком служении Важен вот этот дух служения Культивировать в себе Откликаясь на просьбы преданных Действовать по необходимости Делать то, что так же хочется вам служить Кришне Как вы хотите То есть по разным обстоятельствам Но вот этот дух служения должен быть всегда Такой человек наделяется больше и больше полномочиями Постепенно, больше и больше полномочиями Естественным образом А благословение уже есть Уже есть у всех, кто получил посвящение Уже есть полное, как бы сказать С гуру парампори, с преемственностью И правильно я поняла И с расширением полномочий И, так сказать, возрастает Духовная сила И в этом есть милость Милость А парампори, но есть милость Спасибо большое Харик Кришна, дорогие преданные Дорогой Гору Махарадж Примите, пожалуйста, мои поклоны У меня вот такой вопрос Мы, ну, как бы, теоретически знаем Что с помощью Садданы Мы через гуну благости Да, то есть идем И очищая чувства Мы стараемся пропасть в чистую благость Да, ну, про чистую благость Это пока теория Вот, и, как бы, про благость Мы знаем, что Одно из качеств Это постоянство Вот, и Тут такой момент Вот, как бы, святое имя Оно открывается нам Когда мы испытываем Какие-то сильные эмоции Да, там, несчастье произошло Ну, иногда Может быть, даже счастье Через счастье можно Как-то что-то почувствовать Вот, но именно Постоянство Оно сейчас больше в том Что какое-то нейтральное И персональное Больше такое вот ощущение Да, что мы, ну, в каком-то быту Находимся нейтрально И вот, ну, на эту тему интересно Как вот эту оголенность чувств Почувствовать Когда у нас Ну, даже вот, если мы в благости У нас все неплохо То есть, там Работа есть Мы служим Все, все вроде идет по путем Потихонечку Даже Мы чувствуем, что вроде прогресс Какой-то есть Вот Но, вот, чтобы святое имя Открывалось Нужна Нужна сильная эмоция Вот, в этом вопрос Как вот в таком Как бы ты сформулировал вопрос? Ну, вот, есть опыт, что Святое имя открывается Когда Сильное чувство Но сильное чувство Возникает редко Когда что-то происходит А обычно это от нас не зависит Например, приведи Пример Я должен понять тебя Мое пока понимание Все наоборот должно быть Но ты должен пояснить мне Ну, вот Я сажусь, например Читать джам У меня ровное настроение Я Много методов пробую И Как бы Ну, вот Нейтральное настроение Чаще всего Но если со мной что-то случается Например, там Жена попадает в больницу Да То есть, у меня обостряются чувства Я Чувствую многое Что Или Это материально Это материально Нет Это еще не отношение Со самим Святым именем Это как бы Материально Побудительная причина От каких-то Вот Есть четыре категории Людей, которые обращаются к Кришне Первое Страдающие люди Это эмоции, как ты говоришь Эмоции страданий Или эмоции нужды Зависимость Да Что нет Недостаточно денег Большая семья Очень бедствует человека Это тоже эмоция Страдания Потом есть эмоция Любознательности Просто любопытство Дает человеку Интерес К познанию Да К Кришне Кто такой Кришна И поиск абсолютно истинный Ты должен найти себя в этом Это все благородно Обращаться к Богу Но есть разные категории людей Вообще-то Если мы говорим о святом имени Именно О святом имени То То мы должны Повторять вот так Как ребенок Звать Кришну Как ребенок Потерявший мать Говорит Вот она эмоция Это мы По отношению к Кришне Должны так настроиться Не дожидаясь страданий Или нужды То есть Мы слышали уже Что Свято имя Это сам Кришна Теперь нам нужно настроиться Настроиться Понять свою Вот эту Отделенность от Кришны Как ты говоришь Вот обычная Но обычная Такая бытовая жизнь Это отделенность от Кришны Чтобы ее преодолеть Ты должен обратиться Кришне Как ребенок Который потерял маму Если ты это осознаешь Что Кришна же есть Но у тебя нет отношений С ним Да Вот я хочу Я зову Кришну Вот так мы повторяем мантру Отсюда возникает Эта эмоция Сближение Сближение возникает А материальная вещь На чем Как бы Недостаток имеет Что можно обратиться Кришне Из страданий Но когда Страдания Проходит мимо Мы снова забываем Кришну Нет причины Да Побудительность Чтобы снова К нему обратиться Поэтому Как бы Лучше все-таки Обращаться Именно непосредственно Кришне Как ребенок Который потерял Маму Спасибо большое Кришне 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 Сейчас я зачитаю Я зачитаю Одно предложение Оно меня Очень зацепило Шри Чайтане Махапрабху Всегда беспокоился О спасении Пальших душ Только в таком настроении Можно принять на себя Миссию Шри Чайтане Махапрабху Только в таком настроении И вопрос Получается Мы только Тренируемся Как бы Сейчас Участвовать В миссии Потому что Тут имеется в виду Глубокое сострадание И вопрос Каким образом Ученик Можно перенять У Гуру У Духовного Учителя Это настроение Глубокого сострадания Чтобы По-настоящему Пренять Себе Миссию Через служение Опять же Через служение Станется понятным Внутреннее настроение Духовного Учителя Когда Мой Гуру Махарах Лежал в больнице Долгое время Он конечно Последние годы Часто попадает В больницу В клинике Операции проходит Довольно много Было у него Этих испытаний И Предные всего мира Молились Все ученики Молились Конечно же В это время Перекиртаны И до сих пор Приходит известие Что нужно помолиться Еще Там что-то Всегда со здоровьем Происходит Но Те предные Которые служили Непосредственно Там в больнице Были вы ученики Приходили туда К нему Пели какие-то Баджаны Что-то пытались Делать Они видели Что как только Гуру Махарах Приходит в сознание Он сразу говорит Дайте Вот этой Медсестре Приходит в пасад А вот это Врачу Четки Принесите Пусть он Мантру Повторяет Он Сразу Начинает Говорить Такие вещи Видите Тут мы Начинаем Понимать О чем Думает Духовный Учитель Мы Просто Служим Но мы Начинаем Понимать Его реакцию О чем Он Думает Думает О нас Совершенно Другом Не о болезни Своей Не о чем То еще Он Думает Продолжает Думать О служении Он Продолжает Служить Гришне Всегда Через Служение Начинаем Понимать Настояние Духовного Учителя Мы Не можем Удаля Речь Ни Заботой О здоровье Ни Хорошим Питанием Ни Тем Что Мы Для него Хороший Быт Устроили Не то Он Думает О другом Он Через Это Надеется Что Ученик Поймет Что На самом деле Хочет Духовный Учитель Зачем Он Здесь Не Для Чтобы Он Удобно Спал Или Ел А Чтобы Он Мог Проповедовать Дальше Так Он Принимает В служении Ученика Ученик 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 Этот Его Мотив Что Просто Стиркой Белья Приготовлением Нельзя Удовлетворить Духовного Учителя Нет Этого Недостаточно Нужно Понять Еще Его Внутренний Мир Когда Госпочитание Обнимал Харидас Такура Там Описывается Что В это Время Качество Господочитания Переходили На Харидас Такура А Качество Харидас Такура Переходили На Господочитанию Вот Что Такое Служение Вот Такой Внутренний Духовный Обмен Должен Быть Подразумевается С нашим Простым Служением Внешним Очень Сопровенно То есть Через Служение Получается Такой Мистический Процесс Через Служение Принимает Какого-то Сострадания Но Покой Уйдет И мы Таким Образом Наше Служение Становится Тогда Мы участвуем В миссии Ши-ши-ши-тайни Махарабу Получается Когда мы Служим Просто Начинаем Служить И уже В процессе Служения В практике Мы уже Принимаем Эту Миссию Я понял Спасибо Большое Доброе Доброе Махарабж Дорогие Дредные Поклоны Я заметил Такой момент Что Из многих Из многого Того Что прочитано Осталась Медитация Нам Оручит Живодой Овощнава Сева Доставление Распочитания Санат Негослами Что Есть Только Три Дхармы И Вот Я Пришел К Такому Выводу Что Когда Я Чувствую Себя Слугой Духовного Учителя Учеником То Уполняю Овощнава Севу У Меня Появляется Вкус Повторению Святого Имени Чтение Книгши Прабабады И Этот Вкус Он Кто Не И Но Также Я Вижу Что Есть Колебания Когда Ты Реально Ощущаешь Ты Проповедуешь И Людей На Глубину Затягиваешь Они Чувствуют Что Важное И Они Берут Это Ну Например В распространении книг Это Ядное чувство Но Такие Взлеты После них Идут Падения Вот Каждый раз Кажется Что Уже Падений Не Будут Уменьшаться Или Это Борьба Надо В ней Участвовать Постоянно И Тем Чем Я Сейчас Занимаюсь Это Вопрос Время Пока Человек Не достиг Вершины Преданного Служения То Снижение Взлеты Всегда Будут Колебания Происходить Потому Что Есть Еще Окружающие Какие-то Высоты Вершину Окружающие Высоты Через Которые нам приходится Вот так идти Таким путем К той вершине А Это Часть Вершины Но Она Не ровная Знаете 45 градусов По Прямой Линии Нет Она Таким образом Устроена Но Это Путь Той Самой Вершины Мы Будем Испытывать Движение И Ты спрашиваешь От чего Зависит Скорость Продвижения Даже Вопрос Времени Или Решимости Или Того Это Не вопрос Времени Если С трансцененной точки зрения Сказать То Время для этого никакое не нужно Нужно просто желание и все Одно желание и все Но Это желание Чтобы культивировать Да Чтобы освободиться от материальных желаний Конечно нужно время Причем постепенный процесс В этом смысле То есть Вопрос желания В этом как бы вся сложность Что желание Очень трудно Быстро изменить наши Привычные желания Привычные представления Наши привычки Которые мы приобретали Но за много Жизни очень А Для С трансцененной точки зрения Времени никакое не нужно Так же Вот в эти моменты Когда Ослабевает Вот это вот Чувство счастья Ну как Естественно Как сострадание Что у людей его нету Ты более творчески Начинаешь Начинаешь Ты начинаешь Как бы думать А как Донести до людей И начинаешь Действовать Политворчески А когда На таком духовном подъеме Я заметил Что даже Было такое Что Ты довольно косноязычный Но люди принимают Люди Сами спрашивают Сами берут Сами делают Все без твоего участия Какое настроение Вот Правильно я поступаю Что я все-таки Творчески Начинаю действовать В моменты Этого серпантина Спада Или Это какая-то Искусственная Когда ты действуешь Творчески Тебе помогает Твоя Твоя природа Природа твоего ума Как бы Твоего естества Врожденная природа Она тебе помогает Поэтому ты чувствуешь Что это хорошо Она помогает тебе Есть на что опереться Но если ты Еще Посредственно Своей природы Еще Людей приводишь К основам Данными Ачариями Ачариями Это еще сильнее Будет происходить Это еще Большей силой Будет Проникать в сердце Поэтому Делай то и другое И занимай свою природу Творческую И так же Вот эту основу Людям давай Что ты Своим опытом Своей природой Ты подтверждаешь Вечные истины Получается очень сильный компонент Благодарю вас искренне Есть ничем подумать Спасибо большое Спасибо большое Пожалуйста Благодарю вас Благодарю вас Благодарю вас Скажем Поклоны Сегодня Благодарю вас 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 Или ты Вам задали вопрос Благодарю вас Благодарю вас Благодарю вас Вот весь ответ, видишь, вот весь ответ. То есть исчерпать конфликт означает отказаться от идеи фикс, да? О том, какой должна быть моя жизнь? Да нет, не надо отказываться от идеи фикс. Ты ее можешь занять в служении Кришне. Ты должна просто немножко увидеть Кришну в другом ракурсе. Если ты смотришь на него как на человека, конечно, у тебя будут проблемы. А Кришна говорит о Джуне, что думает о мне как о самом старом из всех вообще во Вселенной. Вот так вы представляете, старым-старым, совсем самым-самым старым вообще. Такой старый, что даже представить невозможно. Как ты с ним будешь конфликтовать, скажи мне? Если ты осознаешь, что он самый старый вообще. Он был до полубогов, там, до предков, там, до всех. Всех и вся. Он же говорит наистарейший. Думай обо мне именно так, что я наистарейший. Он-то выглядит молодым, конечно, это он взбивает с толку. Но думать нужно о нем, что он самый старый из всех. Начни хотя бы с этого. Если будешь всегда представлять юным красавцем, то ты будешь с ним фамильярно относиться. Как женщина будешь, претензии иметь к нему. Не забывай, что он самый старый. Это один из примеров. Спасибо. Оттуда горпика, пожалуйста, и у нас еще есть письменный вопрос. Параджалилы. Арии Кришна, дорогой Барамахарадж, дорогие преданные моих поклонах. Браджал, скажите, вот сегодня мы упомянули, что нужно во время восхивания как бы взывать Кришне, что вот в этом предании повторять мантру «я твой, приди ко мне». Я замечаю, что когда я повторяю мантру в таком умонастроении, я чувствую, что Кришна по-настоящему отвлекается. И вот ты чувствуешь как бы вот эту связь с Богом, но очень долго в таком настроении тяжело бы повторять мантру. Ну, просто даже механически как бы скорость снижается. И, ну, я как бы осознанно ухожу немного от этого, как бы эмоции от этих, для того, чтобы джаба была более, ну, быстрой. И от этого я тоже немного переживаю, что когда я ее повторяю бодро, быстро, но я не всегда, как бы, мне не получается мотивировать это настроение молитвенного, что вот Кришна, я твой, пожалуйста. Вот подскажите, пожалуйста, вот этот момент. Как это соединить? Ну, вот когда ты хвост вытаскиваешь, то нос увязает. Верно? Когда нос вытаскиваешь, хвост увязает. Ну, давай работай. Чтобы нос и хвост были, чтобы нос и хвост были на одной линии, следите внимательно. Поняла. То есть нужно просто, ну, продолжать это делать и куда-то судьба. Поняла, молодец. Спасибо. Дорогой Горю Махарадж, такой вопрос Вараджавила стесняется задать его лично, поэтому просила зачитать. Говорится, что настоящий преданный не считает себя преданным, а считает, что он ни на что не способен, и у него нет хороших качеств. А я вижу за годы практики прогресс, что стало лучше. Не то, чтобы я вообще недостатков не замечаю, но прогресс явно вижу. Скажите, пожалуйста, нормально ли развивается моя Бхакти, или это может быть просто большое ложное? Это саттва гуна, то, что она описала. В саттва гуне вы чувствуете свой прогресс. На трансценентном уровне вы не чувствуете никакого прогресса. Просто любите Кришну и все. В саттва гуне вы отдаете себе отчет, что к вам приходят знания, глубокие реализации, счастье изнутри ощущаете. Отдаете себе отчет, что я прогрессирую. Да, такого раньше не было у меня, я сравниваю с другими гунами, вы видите, что есть разница. Но это прогресс в гунах природы. На трансценентном уровне никто еще не сказал, что он обрел любовь к Богу. Кришна, не уловим! Спасибо большое! Удивительная встреча! Спасибо за милость! Всем удачи! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!